И будет тебя утром. И даже не то, чтобы будет. А ты сам просыпаешься буквально за гнуту до того, как тебя должны разбудить. А тебе лет-то немного. Учишься в классе седьмом. И чтобы точнее прочувствовать, ты просыпаешься. А зима. За окном темно. Темно, потому что зима и утро. А до ближайших каникул еще, ну, потому что предыдущие только что закончились. И вот так вот спишь и не спишь, и прислушиваешься. Что там родители делают на кухне? А родители уже ходят, свякают посудой, открывают-закрывают холодильник, включают-выключают воду, радио включили. Эти песни радостные такие. И вот так вот думаешь, они там чем-то занимаются? А вдруг и забудут тебя разбудить? А слышно нет. Не забыли. И тут путить. А идти-то главное недалеко. И ты успеваешь приготовить лицо спящего ангела. Вот такое вот лицо. Вот такое. Лицо ангела, которого путить нельзя, иначе улетит. А они зашли, не посмотрели на лицо, не посмотрели на крылья, которые аккуратно сошены за спиной. Включили свет и ушли. Весь этот свет электрический. Хочешь, хоть какие-то закрыты, но проникают еще. Ты открыл глаза, и все на тебя навалилось. Причем это все во всех подробностях. Этот шкаф полированный. На полировке следы тылых пальцев, царапины. В полировке отражается свет в лампочке. Этот стол письменный. Хочется встать и сказать. Мамочка милая, пожалуйста, можно я выключу свет и в темноте оденусь? Или вот так. Мама, как же я мог забыть? У нас же первых двух уроков-то нет. Или мама, что-то при... О-о-о! Ничего не сказал и пошел у отца. Идешь ты такой мимо кухни, а на кухне сидит бабушка. Милая, любимая бабушка. Пьет чай. Хочется к ней подойти. Сесть и сказать. Бабушка милая, пожалуйста, не пей так громко чай. Я ведь могу умереть от этих звуков утром-зимой. Опять ничего не сказал и пошел умываться. Зашел в ванную, закрылся. Включил воду. И стоишь вот так вот полусонной струей и терепишь. Но они же должны слушать, что ты там с водой что-то делаешь. В конце сделал вот так. И пошел одеваться. И вот тут-то наступает самый классный, самый приятный, самый неуловимый момент дня. Ты берешь штаны. Натягиваешь сначала одну калашину. Потом натягиваешь вторую калашину. И застыл. Нет никаких желаний. Нехорошо тебе, неплохо. Нет ничего. Оставили бы тебя в покое, так бы и сидел. Господи. Но оно не так. Ну-ка, быстро. И ты быстро пошел, выпил остывающий чай, съел бутерброд и пошел в прихожую одеваться. В прихожей делаешь все медленно. Натянул шапку, натянул пальто или куртку. Взял сменку и портфель. Постоял. Поставил сменку и портфель. И начал надевать ботинки. А ботинки влажные, с полосками соли, со вчерашнего дня не просушены. Но ты справился. Надел ботинки, взял сменку и портфель и пошел вниз по лестнице. Ты спускаешься. Дверь подъезда, тугая пружина. Старишь на пороге, а там зима. Там утро. Там темно. Темно, потому что зима и утро. А впереди еще четыре года учиться. Ты перед этим всем вот так вот постоял и как космонавт в открытый космос.